Так, ребят, сегодняшнее видео начнется с показа вам новой камеры, которую хочу выразить в благодарность подписчику Александру. Вот он предоставляет нам для съемок, блин, загнулся глаз, вот такую вот камеру. Тут функции, я не знаю, с ней разбираться, тут вот окошко открывается, там тьма. Тут всякие зумы, здесь все крутится, фильтра, автофокус, там вон все в кнопочках, сверху все в кнопочках. В общем, труба дела, один объектив, наверное, намного о себе говорит. Самое страшное, это когда прошлым становится то, что должно стать будущим. А я Евгений Кузин. И я вернулся. Привет, дорогие друзья. Сегодня вот с Александром, с моим хорошим другом, собрались ехать половить карасиков. Вот. Вот таком вот агрегате. Агрегат просто, блин, оставляет такие впечатления позитивные. Две с половиной тонны машина, дизель, автомат. Ну, я не знаю, но я лично от езды на нем получаю несказанное удовольствие. Вот хочется, конечно, испытать его еще на бушкрафтерских дорогах. Но это все у нас не за горами. Мы обязательно еще съездим. Ну, внук с вами не трогается. А пока что мы едем. За червями. Карася. А, и за червями. Погнали. Ну, пару слов. Ну, что, пару слов. Заехали на стройку, купили только опарыш червя. Все мужики поехали на Астрахань и всего разобрали. Вот сейчас едем на Московске искать червя. Потому что карась любит червя. Фину интересен, кабан. Импровизация. Что сказать? Купили, вот заехали червей. И время я даже не знаю сколько, потому что сейчас время уходит. Сегодня хотелось бы, что это, успеть. Успеть полу мы никак не можем доехать до рыбалки. Чернику пьем на травах. Сто процентов натуральные деграбиденды. Нашли червей. Потеряли ключи от гаража. Пришлось возвращаться опять, блин, к полсенау, чтобы взять ключи. Сейчас поедем до гаража. Не знаю, как будем в Спартак смотреть. У нас пять с половиной часов запасили. Ну, а... Александр обещал включить онлайн-трансляцию. Посмотрим, что из нас из этого выйдет. Так что поедем в гараж за снастями. Уже там тогда включимся. Ну что? Заехали в гараж. Загрузили снасти. Все. Едем уже напрямую. Время 2.10. В итоге мы срок намотаемся. Два часа. Едем напрямую уже на пруд. Ну, а тут недалеко, километров 8. Я не знаю, как там деревня называется. Зиминки. Зиминки, да. Я говорю, я место раскрываю. Ловите, пожалуйста. Мы всегда рады сотрудничеству, так сказать. Сейчас приедем уже, посмотрим, что за пруд. Я там сам впервой. Поэтому для меня тоже это очень интересно. Я люблю новые места на старые, как бы, ну, мне главная сама инфраструктура. Вот этого внешнего. Сейчас прибудем на место и там уже по глазею. Так, все. Теперь точно. Полным ходом двигаем на пруды полоскать муды. Как ты говорил, там литр воды и хуй туда? Не, зачем мак. А, все. Литр воды и хрен туда. Литр воды, блин, как-то в литр воды. Еще что-то там засовывать собрался. Проезжаем кукурузные поля. На обратном пути нарвем кукурузы вареную. Вообще, вообще, очень нам понравилось, так сказать. Здоровая вот такая вот. Но для этой машины это нипочем. Тут очень жесткая, отменная подвеска. Полет нормальный, да? Здесь прямо или сюда? Так. Прямо, прямо. Сильно прямо. В детстве мы рубили палки, чтобы заглушить тоску. И бежали, а на рыбалку к ним привязывали леску. А потом промчались годы, чтобы в грязь лицом не пасть. А я работал, а на заводе прикупил крутую страсть. Ай, да снасть, ай, да снасть, рукам покою не дать. А раньше марки собирали и лепили в альбом. А теперь свои мормыхи я вставляю в поролон. Сколько видов о рыбной лувли, и сколько способов игры. Когда лёд в реке растает, мы поедем на пруды. Ай, да снасть, ай, да снасть. Рукам покою не дать. А нам любое во время года, нам погода ни по чём. А соберём свои манатки и бежим на водоём. На вкус и цвет товарища нет, только это не про нас. Тут у каждого свой секрет и уловистая снасть. Ай, да снасть, ай, да снасть, рукам покою не дать. Поклёвка, бутерброд ровный. Сосчёт. Плыл вдоль бережа карась. Жирный плыл, такая мразь. У меня есть поплавок тяжёлый. От Романа Капитана поплавок. Фу, я весь взмок, уже такая жара на улице. Плюс 33. Ряска, кина. Давай уже, дедина. Взял вон ведро, туда запусти. На жарёшку, они тут сладкие говорят. У меня аж прям это, подпеки. Вот он. Вот он. Клюёт. О, блин. Чё это вообще такое? Несуразицы, несусветные. Смотри. Ротан. Это ротан. Ротан, может толстолобик? Не. Толстожопик. Толстожопик. А который этот, с плавником, внизу, это как называется? Сейчас будем кидать туда гороховую мастырку. Ты сам её делал, да? Что в неё входит, какие ингредиенты? Ну, в основном, гороховая каша. И мастырка, да. Потом мука, манная каша, подсолнечное масло, чуть-чуть, чтобы не лепло. Ну, это её надо маленькими шариками кидать, да? Нет, вообще это для насадки на крючок. А-а-а. А это я тебе просто отдаю, прикорми просто рыбу, да. Сейчас. Там он у нас уже, смотрите, сколько плавает. Сейчас ещё один сошёл, но на жарёшку. Ну да, прикормили вот тут пшено, это пшёнка, да, сечка. Накидали, клёв пропал. Потому что он сейчас ест её, да. А сейчас он наестся, и начнётся клёв. А пока мы покидаем туда мастырки. Садок, главное, сачок принести. Сачок, да, тут говорят, вообще есть по килограмму. Килограмм двести. Кило двести вот ловили. Привни выкатывали сюда килограмм двести. Кило двести. Будем пробовать. Будем смотреть. Глубина, сами видели, сантиметров тридцать. Я на этом водоёме первый раз. И пока мне очень нравится. Погодка хорошая. Жарко, правда, но... Ой, подёргивает. Но финну интересен кабан. Финну зачем сюда привезли? Ну, какая-то мелочь. Там сейчас насладил чисто одного опарка. Просто вот. Блин. Я сейчас лучше подсажу червя, насажу и не буду мучить жопу. Вот. А потом попробую на мастырку. Время у нас как раз сейчас обед, самое пекло. Но мы попробуем к вечеру. Надеемся, что всё-таки килограммового мы возьмём. Потому что нам интересен килограммовый. Меня зачем сюда привезли? Я рыбу приехал ловить. Такую большую. Вот. Жирного. Жирного. Сейчас жирного. Насадим его колечками. Аккуратненько. Он прямо сейчас заманит, мне кажется, да? Угу. Блин. Волнуюсь. В ожидании. Главное, чтобы не торчал хвост. Блевануть на него ещё. Давай ВД-шку из машины принесу. А, кстати, я смотрел видео, но ВД-шку ловили. Блин. Вот что мне не нравится? Единственное, что приходится ловить с отводом. То есть не просто закидывать, а ещё вот с такой оттяжкой. Потому что так туда не добросит. Попробуем с того краешка. Накидал туда эти ластыки. Пластырки. Пластырки, да. Сейчас посмотрим карася. Ой, это вот. Опа. 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 Бив подёргивает, подёргивает. А я не видел. То есть он его обсасывает. Ой, обсасывает. Да что ты, блин. То ли я, что ли, такая дура. О, он его стянул весь, смотри. Так, решил поставить крючок, который называется заглотыш. Заглотыш. Да? Это что за фирма такая? Овнер. Овнер. Я даже не знаю. У тебя даже нет... А что в нём? Чем он заглотыш вообще? Он маленький. А, крупный-то на него возьмёт? Да. В общем, сейчас меняем крючок. У тебя же поводка нет? Нет, без поводка. Вон там идут волны, всплески. Но сам пруд довольно-таки большой. Я ожидал меньше. А в нём купаются? Да. Ты сейчас поменяешь крючок. А червя опять на крючка насаживать? Нет. Нет? Он прям так загладывать будет. Понял. Вопросов больше не имеем. Ну, он вытаскивает карася килограмма на два, наверное. Килограмм на два вытаскивает. Да, достать не может. Бедолага. Молодец. Достал, достал. Хороший. 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 Жирный. Жирный. Что-то нагулялись? Расскажи, кого ты ждёшь? Такого большого. Маленький год ещё поймал. Трёх штук. Ну, каких вот? Самый сковород. Сейчас вот хочу, чтобы клюнул побольше. Вот. Сейчас ловлю преимущественно. Опа, опа. Приподнял. Преимущественно. На опарыша. На мастырку что-то мне не понравилось. Как-то она неуверенно сидит. Мастырка, она на большого карася. Вот он сейчас. Трик-трик-трик-трик-трик-трик-трик. Но мы ещё, надо сказать, что минут сорок вязали удочку. Там лески хана, всё рвётся. Вот сейчас взял саньковскую удочку. А он карпан у неё ловил. Привязали поводок. Опа, опа. Сейчас, сейчас. Ты ловить будешь? Нет сегодня. Морской. Если нет клёва, ветер не даёт ловить. Надо жрать. Это что? Это курица. По рецепту Александра. В кефире. В духовке. И в специи. Мальчики обрежешь. А где рыбалка? Сейчас стихия утихнет, будет рыбалка. А рыбалка вон у них, на том берегу. У нас зашёл разговор. Он говорит, иди, окупнись. Я вот говорю, что я не люблю купаться. Так могу обмыться, помочиться. А вот чтобы плавать, плескаться. Я это, конечно, иногда делаю. Сам не знаю зачем. Ну так, за компанию, с кем-то. А вот так, чтобы самому там сагитировать кого-то. И поехали на водоём там, покупаемся. Мне даром не надо. Мне даром не надо. Я вот, черноголовку, таёжный дар, попью. А, подожди, где она? Где она? И вода будет вся во мне. Натуральные ингредиенты. Черника на траву. Я такую никогда не пил. Обычно мы пили всё время. И она похожа на Байкал. Вот эти вот черноголовки. Нет, черника. За вас, дорогие подписчики. Участники канала Якуз ТВ. Вот передаю вам привет, кстати, Фёдору. Участников, я считаю, кто снимался более трёх видео. Фёдору, Вадюхе, Танюхе. Своей подруги. Ну, Танюха. А, ну, свои подруги Танюха. И Александр, он теперь оператор канала, профессиональный художник и поэт, песенник, поэт-непремирист. Я с вами сяду в кабриолет. И настройщик инструментов. Если бы не он, то сегодняшняя трыбалка бы как бы не состоялась. Поэтому Александру большое спасибо. Пойду ловить. Давай. Так, одел я червет? Нет, не одел. Ну, ладно, это пока буду тут насаживать. Ветер вроде стих, кстати. Блин, черви вот хорошие. Не как вот те были на Мещерских Хрониках 6. Черви отличные. Купили их, не помню где, а? Напротив, молодежный рынок. Да. Но там плохие черви. Лучше всего покупать черви в стройке. Но их там не было. Да, потому что все разобрали. Почему разобрали? Потому что они там охренные черви. Красный, да, там? Там хорошие черви. Вот чем дело. Навозники. И там все навозники. А кто там плещется? Ну-ка, покажи, кто плещется. Иди сюда. Ну, что? Иди сюда. Покажи, кто плещется. Не, 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 не. Пока бега нет. Не наступит в ведро. Братан. Братан. Блин, это братан. Он еще козел. Поклевка не успела случиться. Он заглотил. Опять туда. Как ты говоришь? 10 литров воды и сейчас туда. Не, девчонки. Ты той литр воды. Твердишь там ведро воды вообще. Да, ведро воды. 10 литров воды. Начал слит. Потом сейчас будет 20 литров воды. Ну и самое главное, хер туда. Да. В общем, отпускаем эту падаль. И будем охотиться на здорового карася. Идет. Кстати, забыл еще одного участника канала. Это Владимир Рокчеев. Он же дядя Вова. Он часто комментирует на видео. И снимал обзор про печку. Вот у него сегодня день рождения, кстати. Я хочу его поздравить. Вован, поздравляю тебя. Здоровья. Всего самого хорошего. Мы еще повоюем. Ветер кончился и клев как отсел. Он вот плескаться начал. Прям рядом с поплавком. Играет сверху. Может глубину попробовать совсем маленькую поставить? Может это сработает? Хотя нет. Просто заброс. По качеству. Подальше. Вот я вообще сейчас кинул. Вот сейчас будет. Вот сейчас будет точно. Вот сейчас будет явный перебор. По рыбе. Клиент забудет обо всем на свете. Ну а так что сказать. Пока про водоем особо многого сказать не могу. Потому что я здесь впервой. И только на этом месте. Там сидят. Там сидят. Ну кстати вот. Как говорит Саня. Что крупный выходит где-то в 6 утра. Я вот попробую сюда. Вообще сам даже пешком приду. Я пешком дойду сюда. Утром. Сам своим пешком? Сам своим пешком. И попробую половить. И это все сниму. Так что сейчас. Был месячный перерыв в видео. Вы уж извините. У меня были маленькие технические. Непалатки. Камеры не было. Да. В душе. Была камера во лбе. Я снял. А ветер какой. Кондиционер. Кто кондиционер крутил? Сейчас ветер это. Слышно все равно не будет. Нет. Все будет нормально. Так что сейчас видео будут выходить часто. Ну по мере моих выходных. Потому что я сейчас начинаю работать. Ты рыбу ловить будешь? Нет. Думаешь? Ну все одно и то же. Что-то меня перехлестнул сегодня. А, вот. Закол. Сейчас еще один попался. Я вот что думаю. Когда на душе тоска у кого-то, не надо идти бухать. Надо идти на рыбалку. Тут клиент забывает обо всем на свете. Полное уединение с природой. С природой вернее. Мы не враги своему здоровью. Культурно отдыхать умеем. Ну выпил литр. Два. Ну нафига нажираться-то? Ребят. Кончайте бухать. До добра это никого не доводило и не доведет. Блин. Поплавок зелененький. И это. Плохо видно. Зелененькое. И очень плохо видно. Вот опять. Очередной этот. Друг. Тихо. Ведро. Это я вижу. У меня иногда кажется, что ты его не видишь. Я же камеру смотрю. Очередной друг. Несуразный блин. А я смотрю что-то потихоньку. Чук-чук. Чук-чук. А это козел. У нас кидают слева. Справа. Все хотят попасть сюда. Потому что мы тут на все орали. Все у нас на кило двести. Рассказывали про американскую прикормку за 1900 килограмм. А сами в очередной раз уже распятый. Все путаем, отрываем. Привязываем поводки. Вот такие вот делы. Один за одним. У нас сейчас тут такая оказия, что поплавок не встает. Уже. И он прям на висячего. На держачего. Херачит. Только в путь. Я вот не знаю, сколько сейчас времени уже. Часов, наверное. Хрен бы его знал сколько. Часов, наверное, шея. Но он не встает. А глубину меньше мы сделать никак не можем. Ого. Даже медлежачку со дна. Блин. Сошел хороший. Там должно быть поглубже. Может, нам груза не хватает? Сейчас будет, сейчас будет. Сейчас, сейчас. Сейчас, Лёва, я его соструню. Давай. Мне кажется, груза надо добавить. Какой-то груз. Мы сняли. Закат солнца. Вчера затмение было. Мы его так и не увидели. Ого. Прямо рядом с ним. Бульки, парадки, машины. Активно чпокает. Чмокает. Уже еще потом поймал штук 7. Они все пошли на глубину. Ах, блин. Этой навешал. Как ее звать-то? Ряс. Он пошел на глубину. Мы подвесили еще один грузик. Поплавок начал хорошо стоять. И... Он чуть берет, но его, наверное, чтобы он прям... Вот я уже понял. Чтобы он прям вообще утонул. Концами. Тогда наверняка. Под дрымпли, под дрымпли. Под дрымпли. А солнце, наверное, отражает, нет? В лучах. Пасмарк. О, сковородочный размер. Самый вкусный, самый сладкий. А мы продолжаем, тем не менее. Не переключайтесь. О, блин. Еще удивительно, что исключительно на бутерброд. Сажаешь одного опарыша, начинают замучивать ртаны. Поэтому опарыш тут не катит, если вы... Блин, весьма укресли, если вы приехали за карасен. Блин, ну черви прям радуют, хоть с маму ешь. Давай пожарим? Давай, мангал где. Ну, мангал, подписчики подкатят. Да. Кстати, в следующем видео, возможно, мы все-таки будем делать долгожданную окрошку. Ну, да, да, да. По новому рецепту от Александра на Боржоме. Я так еще не пробовал. И холодненький, блин. Будет очень вкусно. Отвечаю. Уже слюнки потекли, что я прям аппетит разыграл, что я правда сейчас червей доем, но домой поедем. Ты когда съесть их залови сначала? Нажарю оху, нажарю оху, а сейчас я их пожарю. Ну, покажи карачика хоть, каких наловил-то. О! Давай. О, ух ты. Хорошие. Молодина. Я загнулся, блин. Я согнулся, да? Так, ладно. Продолжаем. Как говорится, наш рыбный, рыбацкий. Рыбный день. Рыбный день, да. Все-таки благодарность Александру за такое рыбацкое приключение. А то все, как не поеду, то то не то, то здесь не так. И все, и слава богу. Опа. Опа. А это вот даже, блин, не успеешь. А у меня есть. Блин. Стой, 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 подожди. Ты видишь? Ты реально видишь? Да, 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 да. Ну, что за снять? Да. Бедолага. Ну, ничего страшного. Блин. Ну, ладно, потом включимся, сейчас я отдышусь. Фух. Вот такие экземпляры. Вот теперь я тебе верю. Все, я пешком сюда приду, я тут жить остаюсь. И ставлю лагерь. Фух, блин, что хреново. Все, блин, что я сейчас валидол подвези к сосну. Фух, блин, у меня же руки трясутся. Они просто подошли к тебе. Блин, у меня же руки трясутся. Я не вижу сейчас, я уже давно в завязке. А руки трясутся. Блин, ты видел реально? Да, да, да. Как он вылетел. Да? Блин, вот если ты еще это успел заснять. Заснял? Нет, в сам полет. Блин. Нет, все, надо перекурить. Ну, там грамм 150 всего. Ну, 150. Я тебе говорю, вот такая махина была. Да ладно. Я тебе говорю. А, глаз такой был, да? Вот такой глаз был. Да, блин, ну, вот вверх не вверх, а что за туман-то пошел? Это кто-то, наверное, там что-то шашлыки наезжает. Не, если ты реально успел это заснять, то это будет вообще капец. Почему? Ну, блин, ну, он реально... А что, думаешь, они не видели больше рыбы, чем ты поймал? Я ее не поймал. Она сорвалась. Но для меня это был капец. Просто я весь день... А, то есть ты тремор все-таки словил, да? Словил. Я просто весь день ловлю вот ладошечников, а это... Ну, во! Не соврать, блин. Начался казе. Обломался под корень... Привожоп. Под корень обломался поплавок. Думаем, что делать. Ищем пути. А из-за того, что корень завел под воду. Ну, вернее, карась завел в камыши. И нечаянно я рукой задел поплавок. Все. Все пропало, Лёгик. Наверное, теперь придется вот этот ставить. Самодельный. Самодельный. Этот самый тонкий, самый классный. Если ты его сломаешь... Сейчас покумекаем. Выход есть из любой ситуации. И мы вот так вот сделали поплавок. Сейчас попробуем забросить. Что из этого получится. Сейчас хотя бы попробуем в воде. Будут висеть или нет. Подви нет. Ну, в принципе, ловить будет можно. У нас просто большая... У нас здесь рядом плывает большая рыба. Мы просто ее не можем поймать. Вот и все. Вот он. Более. У нас так что. Ну, ладно. Карась. Херачит конкретно. Творит что-то невероятное. У нас неурядица с поплавком. Но сейчас надеемся все исправить. Саня сейчас все сделает. Саня сейчас все сделает. Саня не может снять. И мы продолжим ловить. Он пока сидит мастерит. Вон, там, видишь, карась, аж хлюпает. Ждет. Видите, покажи ребятам, как он хлюпает. Я просто сейчас это... Поберечь хочу. Аккумулятор, а то осталось одна палка. Вдруг сейчас что-нибудь будет интересно. Вот он, сегодняшний улов. Я думаю, для первого раза неплохо. На этом я... Мой улов на сегодня. Взвесил 2 килограмма карася. 30 килограмм отменного картофеля. И банка огурцов. Спасибо, Саньку, за рыбалку. Ари тоже говорит спасибо. Ари, кс. Вот так вот. Вкусные, они очень сладенькие. С этого пруда очень сладкий карась. А запах... Это что-то с чем? Ну, кто любит жареного карась? Притом вот такого солидного, отличного размерчика. Ну, я немерено их наловил. Просто нереально. Еще туда поеду. Мне очень понравилось. Вы в видео видите, какого дед поймал? Вот это карась, и как он у меня сошел. Так что, ладно. Всем успехов. Теперь уже точно. Во скорой встрече. Может быть, завтра сделай мокрошку. Все. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok